Доброе утро, Бокертов! Сегодня я отвечу на вопрос, как сказать на иврите за шекель, по шекелю. Например, мы покупаем что-то за шекель. Я сразу хочу предупредить, что то, о чем я сегодня буду рассказывать, это самая простая возможность передачи этой мысли, но не единственная. Есть более сложные варианты, о которых я сегодня не говорю. Для того, чтобы нам легче было усвоить информацию, особенно если мы на начальном этапе, я хочу рассказать анекдот. В Советском Союзе был лидер, генеральный секретарь Коммунистической партии Леонид Ильич Брежнев, и вот он посещает музей. В этом музее он останавливается у одного из экспонатов и спрашивает, что это? Ему говорят, Леонид Ильич, это картина в рубль. И Леонид Ильич говорит, хорошая картина и недорогая. В рубль, ну здесь игра слов, по-русски это за рубль, по рублю. И также в иврите, за шекель, например, или по шекелю, мы можем сказать бешекель. Аналогично, если мы хотим сказать за рубль или по рублю, мы скажем брубль. Например, надпись в магазине, коль мамтак бешекель. Каждая сладость, имеется ввиду конфетка или там какое-то другое изделие, по шекелю, за шекель. Или, например, может быть написано шалош бе асара или шалош бе эсер. Три за десять. То есть в данном случае мы будем за или по переводить как бе. Допустим, предложение у Махар Дира бе швамут элев шекель. Он продал квартиру за семьсот тысяч шекелей. Или, например, и Канта Дира бе миллион. Она купила квартиру за миллион. Мы будем использовать предлог бе. И для того, чтобы отработать эту мысль, построите самые простые предложения. Например, там продают телефоны за 300 шекелей. Там продают столы по 200 шекелей. И так далее, чтобы привыкнуть к этому предлогу бе. Я надеюсь, что это было не сложно, понятно, полезно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания.